В работе правоохранительных органов региона замечены серьезные огрехи. Об этом говорили на заседании коллегии прокуратуры Неницкого округа. Во встрече принял участие глава региона Игорь Кошин, который попросил прокуратуру усилить работу по ряду направлений. Подробности расскажет Дмитрий Щепанов. В регионе растет число преступлений. За первое полугодие криминогенная обстановка заметно осложнилась. Преступлений стало почти в полтора раза больше. Раскрываемость снижается. Почти треть преступлений остается безнаказанной. Оперируя этими цифрами, прокурорские работники весьма критично говорили о работе правоохранительной системы, в том числе и о собственной эффективности. Значительный рост преступлений в первом полугодии на 45%. Снижение раскрываемости, в том числе и по тяжким преступлениям. Отсутствие знаковых дел в сфере коррупции на фоне многомиллионных недостроев в округе. Не выявление фактов организованной преступности свидетельствуют о серьезных расчетах по работе правоохранительных органов и недостатках прокурорского надуви. Позитивная динамика тоже прослеживается. В НАО стало меньше кровавых преступлений, убийств, грабежей и разбоев. Несомненно, успех синих мундиров – борьба с преступлениями против человека. Правосудие настигает виновных почти всегда. Вместе с тем, с положительной оценки заслуживает организация работы по раскрытию преступлений против личности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость таких преступлений возросла более чем на 7%, превысив отметку 96%. Игорь Кошин попросил прокурорских работников вплотную заняться темой коррупции. По мнению главы региона, преступлений в этой сфере почти не выявляется. Зато загадки на тему освоения бюджетных средств звучат на каждой планерке. В округе только по этому году порядка 450 миллионов рублей просроченных объектов. Это только по этому году. Накопленное количество объектов – порядка полутора миллиардов. Ни крайних, ни виноватых, деньги бюджетные. В перспективе силовики активнее займутся вопросами охраны окружающей среды, профилактикой правонарушений, особенно населия, и работой с добровольными дружинами, которые отлично зарекомендовали себя в деле охраны общественного порядка.